Оказывается, не все то кианти, что блестит. Всем привет, меня зовут Алексей Дмитриев. Я решил посвятить вино всю свою жизнь. Сегодня мы обсудим кианти, известнейшее вино из Тосканы. Уверен, что все, кто как раз был в Италии, пробовали именно кианти. Даже все знакомые, у кого есть родственники в Италии, присылают в Украину кианти. Или другое вино, но кианти хоть раз по-любому было. Потом мы идем в супермаркет и прозреваем, почему оно в 5 раз дороже. На самом деле есть некоторые нюансы. Если мы присылаем просто кианти во фиасках, таких оплетенных лыком, бутылках пузатых, это самое простое вино, простейшее просто, скорее всего даже для соуса. Или каких-то там застолий в лесу с пластиковыми стаканчиками. Обычные кианти в бутылке уже, да, которые могут собирать виноград из разных зон. Но это не кианти классико, не исторически первая зона, самая крутая. Она может стоить чуть дороже. Самые топовые позиции действительно кианти классико, да еще и резерва, да, дополнительно выдержана в бочке и на самой винодельне. Данный вариант у нас как раз сегодня. То есть самая топовая комплектация кианти, которая только может быть. Антинори действительно известный производитель, более 600 лет. Семейное хозяйство сейчас управляет Пьеро Антинори и помогает ему 3 дочери. Очень хорошо. Дегустировал я с Гуидова Нуки. Вы помните эту дегустацию, на английском языке она была записана. Мы дегустировали Вилла Антинори и Шардоне Пьетра Бьянка. Вот так вот, Вилла Антинори это тоже было кианти раньше. И они решили понизить классификацию, что кианти это самая высокая D.O.C.G. И делать Вилла Антинори красная, где Сан-Дживезе всего лишь 55%. Там еще есть Кабарнес-Савиньон, Сера и Мерло. И называть это кианти. Осталось 3 у них вида. Это 100% Сан-Дживезе, это Бадия-Пасимьяно. Данный вариант у нас идет еще 10% Кабарнес-Савиньона. И кианти классика Пепули есть у них. Там у нас идет Мерло и Сера. Да, действительно есть с чем поиграться производителям. С 2006 года уже не используют белые сорта винограда, только красные. Но вариантов может быть огромное множество. Поэтому мой вопрос даже сейчас, не буду ждать конца этого эпизода. Какая у вас самая вкусная была позиция кианти? Может быть действительно вы прибалдели от кианти во фиасках? Пишите производителя, название, место где вы пробовали, цену. Все-все-все мне интересно именно ваша позиция кианти. Потому что я до сих пор еще в поисках. И сегодняшняя дегустация возможно подскажет мне, что я нашел то, что хотел. На выставке в Италии, Верония Вин Итали идеальный вариант действительно продегустировать множество разных позиций. Запасайтесь терпением. Как раз весной скоро приближается сезон разных выставок. Будет у нас Вин Италии. Вы можете поехать, попробовать там, если осилите хотя бы 30-40 видов кианти. И найти для себя самый интересный вариант. Данное вино стоит недешево, 275 гривен. Для кианти, если итальянец узнает, что его вино стоит практически 30 евро, это еще не в ресторане. Представьте, сколько кианти может стоить вот такое вот в ресторане. Помню, продавал его в Хаяте и довольно успешно. Иностранцы, особенно австрийцы, его очень любили. Давайте поймем, за что именно. Наконец-то попробуем. Плотное в цвете, такого насыщенного красного бордового оттенка. Кианти во фиасках, конечно же, будет намного светлее. Если будет у вас возможность сравнить, сделайте это обязательно в двух разных бокалах. В аромате что у нас? Довольно все сдержанно элегантно. Нет такой насыщенности, 100% на слепой дегустация. Для меня будет такой анализ для винной лихорадки очередной. Все довольно сдержанно. То есть, есть у нас вишневые оттенки интересные. Может быть, даже такая ликерная вишня, которую мы видим в конфетах. Но шоколада здесь нету. Вот именно такая вишня с ликером. Также присутствуют оттенки непереспелой шелковицы. Дуба и ванили нету. Как ни странно, 14 месяцев выдержки в барриках не сильно отразились именно на аромате. То есть, можно сказать, что в аромате доминирует, конечно же, сан-джувезе. От кабанет тут мало чего осталось. Попробуем. Попробуем. Во вкусе, конечно же, ощущается терпкость титанины. То есть, вот выдержка бочки именно во вкусе. И можно сказать, что она чуть-чуть доминирует над фруктовостью. Вино явно еще, мне кажется, не готово для идеального потребления. Знаете, когда вы пьете вино, и вот в нем все ровно. Конечно же, кианти, классика, резерва, можно сказать, только появилась на свет, по-моему, еще 2008-го даже еще нету в продаже. Может выдерживаться не менее пяти лет, то и больше. Кианти обычная, без надписи классика и без резервы. Вы готовы, вы можете пить буквально один-два года после выпуска без проблем. Вино хорошее для коллекции. Но сейчас, если вы будете наслаждаться, вы почувствуете в послевкусии хорошую кислинку, что тоже характерно для киантии. Вот эта кислинка, которая может бороться со многими, иногда чуть жирными блюдами, которая способна и поможет вам хорошо переварить насыщенные мясные блюда. Если вы взяли, например, телятину в таком вьетнамском, азиатском стиле, воки с грибами, с овощами, отлично будет гармонировать с нашим вином. Может быть, даже какой-то кростини с прошутто и пармезаном, мясной насыщенный салат. Для этого вина просто идеально. После вкуса средней длительности, хотя, вы знаете, вот довольно согревающее, что среднее и между длительным, да, но не короткое однозначно и не супер длинное, что-то среднее. Хочу еще раз попробовать. Достойное вино, его делают немного, но оно мне не супер сильно впечатлило. Я думал, как-то будет больше всяких нюансов в аромате. Опять же, интересно попробовать вино в эволюции, посмотреть, как оно будет развиваться через 2-3-4 года. Сейчас задаем ему 89 с плюсом. Вопрос вы уже слышали от себя, всего лишь хочу пожелать вам приятных дегустаций, экспериментируйте, не останавливайтесь. Я уверен, что нельзя продегустировать даже 5 или 10 видов кианти от разных производителей, сказать, я уже знаю, это вино 100%, я в нем разбираюсь. Мне кажется, открытия вы будете делать все больше и больше. А потом, в конце концов, скажете, вы знаете, я ни черта не понимаю в кианти. Но это, скорее всего, шутка. Поэтому дерзайте или рассказывайте.